Хэй, лонор, с вами Кекси Винтер и мы продолжаем играть в Волстар Тауэр Дефенс. И сегодня я хотел бы показать вам новый тирлист, а точнее тирлист новых персонажей из нового обновления в этой игре. Ну и как обычно, сегодня у нас конкурс. Разыграться будет вот этот персонаж Науфуми. И задача сегодняшнего конкурса будет получить как можно больше лайков на комментарии. То есть человек, чей комментарий соберет больше всего лайков, получает Науфуми. Ну что, ребят, давайте начинать. Первый класс это, как обычно, Д. Здесь находятся всего два персонажа, это Бартломео и Тошики. Их юзать я точно вам не рекомендую, поскольку у них очень слабый ДПС и они просто нигде вам не пригодятся. Вот такой вот класс Д, а сейчас будем переходить к уже более юзабельным персонажам, именно класс С. В классе С у нас находятся Митсуки, Хинат и еще какой-то щел, и сейчас я забыла как его называют, но это не важно. У персонажей в классе С уже повыше ДПС и повыше дамаг, и в общем-то все статистики получше, чем у класса Д. Но все же они все равно фигня, они не очень-то юзабельные, поэтому они находятся здесь. Что ж, но персонажи в следующем классе будут уже довольно хорошие, в принципе, некоторых из них. Я даже рекомендовал бы вам юзать. И этот класс будет называться Б. Что ж, вот и класс Б, ребят, как вы здесь можете заметить, здесь у нас есть Бру, Антигерой, Соул, Дебой, Шейстар, также здесь есть Искандер, персонаж, который давали за данж. Кстати говоря, он очень неплохой в стори, поскольку он почти как Геннесс, или даже, возможно, даже лучше, не знаю, ребят. Поэтому вот этого персонажа из данжа можно юзать в стори просто отлично. Также здесь Тенген, поскольку у него очень большой дамаг, возможно, надо было его даже в А поставить. Ну а также здесь находится НЛ. Вот такие вот персонажи в Б классе. Ну и сейчас мы будем уже переходить к классу А, это одни из самых лучших персонажей. Ребят, и если вы не согласны как-то с моим мнением, либо же с этим тир-листом, то можете написать в комментарии, но, пожалуйста, без негатива, просто напишите в комменты, и в следующем тир-листе я учту это, и буду получше уже делать следующий тир-лист. Поэтому если вы считаете, что я допустил какую-то ошибку, то обязательно напишите в комментарии и обоснуйте, почему так. Что ж, ну и следующий класс А, здесь у нас находится Борус, Сабер и еще один новый персонаж. Сабер, думаю, понятно, Ферма. Борус неплохой в стори, так у него большой ДПС, и его прокачивают достаточно дешево. А у Сето Кайба просто огромный дамаг. Я сейчас посмотрел, у него на 175 уровне, без каких-либо бафов, 4 миллиона 700 тысяч дамага, ребят. Я думаю, что это топово. А, ну и ДПС у него 500к. В общем, вот такой вот класс А, и сейчас мы будем переходить к самым лучшим персонажам, которые есть в этом обдавлении. Ну, точнее, которых добавили в этом обдавлении. А именно класс С. Здесь находится левейший старт, поскольку у него большой дамаг, плюс bleed damage. И еще его просто огромезный рейндж, который вообще почти что на всю карту, а даже на некоторых картах вообще на всю карту. Также Baby Vega 3, потому что, если не ошибаюсь, это сейчас самый лучший юнит по дамеджу вообще в игре. Ну, не считаю Киру. А так, в принципе, да, он самый лучший по дамеджу. Также здесь находится Уру, потому что на данный момент это самый лучший юнит для стори. Это замена Геннессу, это просто, ну, это must have просто. Ну, и думаю, понятно то, что самый лучший юнит из этого обновления, это был Speedwagon. Поскольку это ферма, которая еще и ко всему лучше, чем Bulma. Поэтому вот эти вот два персонажа, Уру, мастер и также Speedwagon, это чисто два персонажа, которые must have, ребят. В общем, как-то так, ребят. Пишите в комменты, если какие-то были ошибки в телелисте и обоснуйте обязательно, почему, ребят. Ну, а с вами был Кокси Винтер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok